В трейлере к фильму «Максимальное ускорение» Стивен Кинг заявил, что если вы хотите, чтобы все было правильно, вы должны сделать это сами. Ленту 1986 года выпуска Стивен снял сам. Позже его спрашивали, почему он больше не поставил в качестве режиссера ни одного фильма. На что Кинг саркастически ответил, вы посмотрите мой фильм «Максимальное ускорение». Стивен Кинг, критики, да и зрители в общем массе поняли, что это был не очень удачный опыт. В те времена Стивен Кинг все еще сидел на кокаине и, по его словам, зачастую он вообще не понимал, что снимает. На момент съемок уже были невероятно успешные экранизации его творений. Сияние, Кристина, Калейдоскоп ужасов, Куджо, Порождающий огонь, Кошачий глаз и другие. Продюсер Дину Де Лаурентис, который продюсировал одни из лучших фильмов по Стивену Кингу, как раз приобрел одну киностудию и решил отпраздновать это дело новым фильмом ужасов по Кингу. Мало того, Де Лаурентис и Кинг решили, что снимать будет сам Стивен. Выбор пал на рассказ 1973 года «Грузовики». По сюжету этой киноленты, планета Земля оказывается в хвосте пролетавшей кометы. Худшие кошмары человечества оживают, когда земные механизмы обретают свой разум, превращая своих создателей в кровавое месиво. На стоянке заправки, расположенной неподалеку от Уилмингтона, штат Северная Каролина, как рабочие, так и посетители сталкиваются с самым настоящим ужасом, когда происходит серия странных происшествий. Некоторые забавные, некоторые с нанесением увечий, а некоторые и вовсе фатальные. Ужас достигает своего апогея, когда припаркованные грузовики запускаются сами по себе. Машины окружают стоянку грузовиков и блокируют находящихся там людей. Захваченный грузовиками и безмозглым, мстительным хозяином стоянки, молодой рабочий берет на себя бремя лидера по сопротивлению грузовикам и побегу с захваченной машинами стоянки. Возмутительно крутая завязка фильма. Для реализации были просто необходимы сногсшибательные спецэффекты, которые фильм и получил. Это вами грузовики, грохочущие по дороге, взрывы и кровавые эффекты. Стивен Кинг, увлекшийся подстегиванием своего организма чистейшим товаром, зачастую пропускал мимо иногда просто откровенную халтурную актерскую игру. Но когда снимались сцены расправы очередной машины над человеком, взгляд писателя требовал больше крови, из-за чего многие сцены были цензурированы из-за лишней жестокости. Но и знаменитая травма при съемках этого фильма, когда во время съемок эпизода с газонокосилкой оператор Армандо Нануцци по сути из-за очередного каприза Стивена Кинга лишился правого глаза. Суть была в том, что оператор просил убрать ножи с газонокосилки, так как в нужном ракурсе съемки их все равно не было бы видно. Но Стивен Кинг был против и требовал естественности. Газонокосилка врезалась в деревянную плашку для остановки перед камерой, но ножи раздробили ее, и крупная щепка попросту выбила оператору глаз. Естественно, продюсер Дино де Лаурентис замял дело до суда, выплатив бешеную сумму по меркам 80-х, в 18 миллионов долларов. Но осадочек-то остался, да и карьера оператора была по сути загублена. Продолжим. В главной роли Стивен Кинг хотел увидеть американского музыканта Брюса Спрингстина, но не сложилось. И за главную роль исполнил восходящая звезда 80-х Эмилио Эстевис, сын Мартина Шина, который был другом продюсера Дино де Лаурентиса. Роль по знакомству, как сказали бы сегодня. Да, а как бы хотели. Связи решают все, и если бы не так, то главную роль сыграл бы Гарри Бьюзи, который буквально рвался в этот фильм. И к тому же Гарри только что снялся в Серебряной Пуле, где в принципе неплохо сыграл. Стоит отдельно упомянуть убойный саундтрек-ленты. Стивен Кинг являлся преданным фанатом группы ACDC и попросил их разрешения на использование музыки в этом фильме. Группа согласилась и даже исполнила несколько новых вещей специально для фильма Стивена Кинга. На просьбу режиссера сняться в эпизоде они отказались, и вопреки мнению, что у них все же были короткие эпизоды в толпе, это не так. Несмотря на всю сумбурность повествования, усилиями съемочной группы фильм был завершен. Смотрится в целом он неплохо. И если списать огрехи на неопытность режиссера и кокаин, то в целом это добротное кино. С забойным саундтреком, Эмилиой Стивисом и грузовиком с мордой зеленого гоблина из комиксов Marvel. В качестве ложки дегтя во всей этой картине глупо смотрятся почти все женские партии. Это и работница кафе, которая то и дело трагически выкрикивала «Мы создали вас!» и невеста, похожая на поросенка, которая при каждом удобном случае визжала от ужаса. Ну и естественно, совершенно глупая игра подружки Эмилио Эстевиса. И все же, я полагаю, культовость ленты неоспорима. Внимание достойно как происходящее на экране, так и сам съемочный процесс этого фильма. Стоит упомянуть, что в техническом плане этот фильм рождался в муках. В муках технического отдела, так как машины, оснащенные радиоуправлением, постоянно ломались. И пока чинили поломки в одном месте, ломалась в другом. К тому же техотдел также чувствовал вину за травму оператора. У самого Стивена Кинга было короткое камео в этом фильме. Также он снялся в трейлере, где объяснял, почему решил стать режиссером. Интересно, что музыка в трейлере была за авторством Джона Карпентера. Фильм получился смешением жанров, но выглядит все по-американски. Тут вам все составляющие. Кафе для дальнобойщиков, свободное использование оружия, разные герои, от камевеажора и автостопщицы до юниора бейсбольной команды и дальнобойщиков. Все это снято в Северной Каролине при бюджете более 28 миллионов долларов. Причем 18 из которых это отступные для оператора. Если вы не видели, то посмотрите максимальное ускорение. Это режиссерский опыт Стивена Кинга, бытность его кокаиновых фантазий.